Приветствую всех, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов. И это новый выпуск «Один день из моей загородной жизни». Конечно, это не один день, это компиляция из нескольких дней, собрана в один видос. Если у вас по ходу видео возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментарии. Частый вопрос типа «Саныч, сколько там стоил тебе дом, участок, сколько все это построить?» Это мы уже разбирали в первом выпуске «Один день из моей загородной жизни». Да еще как разбирали. Там целая калькуляция, там сидел с бумажкой, с карандашом, все это разобрал, расписал, и потом вам прям по цифрам, так сказать, до винтика, до гвоздя разобрал, что, сколько стоит. Действительно, деньги нормально уходили. Там через день то 5 тысяч, то 10 тысяч надо что-то купить, там гвоздей. Просто вот как в трубу. Ну, я в кредиты не лез, потому что мое отношение к кредитам, я против кредитов, и никому их не рекомендую брать, но всякое в жизни может быть. Я деньги взял у родственников. Но у кого-то, может быть, не быть таких родственников, кто может помочь. Да, и какая-то произошла сложная жизненная ситуация, друзья, вот, с этой пандемией, кто-то работу потерял, кто-то сейчас только устроился, там и зарплата будет через месяц. Не стоит лезть прям в откровенно гольные кредиты. Есть интересный продукт от Альфа-банка. Кредитная карта, у которой 100 дней льготного периода, то есть 100 дней без процентов. Вы бабки взяли у банка, главное в течение 100 дней вернуть эти деньги обратно, и тогда у вас процент не капнет. Еще чем хороша эта карта от Альфа-банка? Она вам поможет закрыть, то есть ликвидировать кредитные карты во всех других банках. Но самое главное, не забывайте правило. В течение 100 дней вам надо будет обратно деньги на карту Альфа-банка положить, и тогда вам не капнет процент. Как ее оформить? Все очень просто. Нужен только один документ, паспорт, перейти по ссылке, оставить заявку, и ее вам бесплатно доставят домой, друзья. Но, еще раз предупреждаю, в долги жесткие не лезьте. Деньги это ответственности. Бабки взял, будь добр, верни. Ну ладно, друзья, погнали. Какие сегодня планы? Привез в Сочи, посмотрите что. Орехи абхазские. Посадить хочу фундук. Вот, что было сделано недавно на днях? Купил баннер, наотрез продают баннер. Блин, конечно, чутка мне кажется он кривоватый. Сейчас может разгладиться еще. Ну да ладно, покажу вам вечером свой домашний кинотеатр. Да, друзья, какой здесь срач. Смотрите, полочку тут импровизированную делал, покрасил ее, надо будет повесить. Какой здесь срач, надо немножко убраться, потому что сегодня привезут полтонны соли. Да, ребят, полтонны соли, охереть. Я заказал 20 мешков по 25 килограмм соли. Во, что надо сделать первым делом. Первым делом идем в бассейн химией заливать. Сегодня, друзья, намечается жара. Посмотрите, какую штуку купил. Кстати, в фикс прайсе 149 или 199 рублей надо сделать огуречный лимонад. Тут два средства. Одно без хлора для обеззараживания бассейна. Средство для очистки и обеззараживания воды плательных бассейнов. Второй у нас акваальгицид. Так, вот что получилось. Кстати, лестницу, посмотрите, покрасил. Кто следил в инстаграме. Ступеньки сделал из террасной доски пластиковые. А основание лестницы сделал из 90-го бруса. Получилось крепко и добротно. Это временная крышка. Бассейн. Да не, нормально. Вода не пахнет, не цветет. Потому что есть правило негласное. Принимать бочку только после душа. Так. Опа. И все, вносим средство. Все. Вечером можно будет принимать. Растопим бочку. И погнали. Вот у меня сачок вылавливать. Если какие-то мухи, комары попали. Посмотрите, это вот картошка египетская. Мощная. Вот здесь 100% выродится. Вот это покупал капусту. Она почему-то, ребят, не завязалась. Зацвела и все, непонятно. Вот это у нас. А вот тоже картошка. Накидал, просто выросла. Это ежевика. Это ежевика. А это вот пару семечек кинул помидоры. И прикиньте, вырос. Даже не ожидал. Задача стоит передо мной. Сделать своими руками фильтр. Потому что фильтр для бассейна стоит, во-первых, а, очень дорого. И, б, соответственно, чем он мощнее, тем он дороже. А мне нужен и дренажный насос одновременно для грязных вод. Вот он, вот этот дренажник. Стоит он 2 500. И сейчас я из него сделаю еще и фильтр. Взял вот этот корпус за 420 рублей. Сам фильтр за 10 рублей. Хомуты там по 30. И штуцеры по 90 рублей. Вот. Шланг дюймовый. У меня был отрезок. И полдюймовый шланг-отрезок. Так, все. Установили. Дюймовый шланг сюда. Вот этот прикольный, кстати. Хомутик быстросъемный с ключиком. Ага. Друзья, как-то так эта система сейчас будет работать. Здесь дренажный насос будет подавать воду. Производительность у него 15 тысяч литров в час. И вот здесь будет выходить вода. И пошла обратно. Здесь будет фильтроваться. Давайте сейчас включим фильтр часа на 3-4. Чтоб нормально прогнало воду несколько раз. Перетаскал 20 пакетов по 25 килограмм. Это самая крупная партия соли, которую я когда-либо в жизни покупал, друзья. Максимум там на 2 килограмма соли. Когда там что-то там рыбу солили где-то. 5 килограмм, ладно, соли, когда конкретно солили рыбу. Но полтонны соли, полтонны. 500 килограмм соли, ребят. Тут до конца жизни хватит, если ее, ну, в еду добавлять. Так, у меня как раз соль кончилась. Ночью была промывка. Все, надо засыпать солюшки сюда. Друзья, вот, кстати, если кто тоже живет в Подмосковье, и у вас вода с двухвалентным железом, советую вот такие вот штуки. Называется очиститель кабинетного типа. Это два в одном. Убирает жесткость и убирает, ну, двухвалентное железо. У моего ресурс где-то тонны 700, то есть до промывки. Потом он ночью промывается, и опять тонну 700. И он обменной смолы хватает на 8-10 лет. Как-то так. Все. А, вот они таблетки. Смотрите. Соль. Просто белесая. И очень плотные. Ну, смотрите, друзья, нарезал я огурцов тонко, столько хватит. И один целый лимончик туда сейчас отправим. Прям такая детокс-вода у нас получится. Что, включение решил с пловом тоже в видео сделать. Потому что, ну как, плов можно и... Ну, просто камера сама включается. Плов сегодня с бараниной. Тут у нас где-то 1,7 кг баранины на кости. Свежак, просто свежак. Друзья, у меня и казан, и тандыр, и мангал хорошие. Чего еще не хватает? Вроде все. Обжарил мясо на кости, друзья. Мясо решил достать. Посмотрел тут видос у одного блогера. Казан СПБ называется. Кстати, этот чувак мне подогнал этот мангал. И он говорит, вот так надо достать мясо. Потом от костей отделить. И потом опять ввести. Попробуем, что из этого получится. Но я кости обратно все равно кинул. От костей жирвак вкусный получается. Сейчас обжариваем лук. Так, все. Мясо закинул. Сейчас отправляется вот это вот дело. Вот. Вот такие дела. Подтушили все это дело. Сейчас посолил я. Сейчас зальем водой. И где-то около часа, наверное, минут 40-50. Будем тушить на медленном огне наш жирвак. Как делаем наш жирвак? Вот эту смесь мне с Таджикистана ребята дали. Сейчас в магазине. Прям ее вручную зиру перетирал. Тут и барбарис, и куркума, и зира. Все есть. Вот я чесночок один кинул для запаха здоровенный. Видите? Но мы еще потом добавим чеснока. А пока я готовлю плов, скоробей делает сама фарш из мяса индейки. Филе бедра. Филе бедра индейки. Правильно назвать филе бедра. Потому что там еще и другие части, да, индейки подаются? Есть голень. Грудка. Грудка суховата, да. А ты в фарш еще добавляешь эту? Картошку. Картошку. Еще мама сказала желток положить. Но говорит, если ты мало котлет делаешь, можешь не клость. Да, не клость. И часть заморозить сразу. Готовый зирвак, друзья. Закинул промытый рис. Рис был просто такой крахмалистый. Раз 15, наверное, промывал его. Сейчас даем жару чуть-чуть. Начнет выкипать. Красавец. Жирный получился просто нереально. Вкусно. Даже рассыпчатый получился. Как по вкусу, маман? Жирноватый, да? Баранина. Как-никак. Но вкусно. Но вкусно. Классика жанра. Друзья, плов просто топовый. Каждый съел по две тарелки. Я почти три навернул. Мясо. Сейчас отнесли к тестю. И еще и соседям сейчас отнесем вот эту вот. Потому что надо, надо делиться. Пришла сегодня посылка мне. Наконец-то урвал по акции. Вот эту бензопилу хотел сказать. Триммер. Газонокосилка. Greenworks. В общем, взял ее за 5 990 рублей. С зарядным устройством. И двумя аккумуляторами. То есть сменными аккумуляторами. Ребят, вот это просто тема. Мне аж захотелось аккумуляторную бензопилу. То есть цепную аккумуляторную пилу, если быть точным. Давайте проверим в действии этот триммер. Во-во-во, правильно. Ой, ты срубила. Блин, виноград дикий. Ну ладно. Новый нарастет. Пойдем с лавангом. Это знаешь еще? Это очень полезный куст. Он уже начал загибаться из-за того, что его тут давит. Давай, убирай руку. Подожди. Я покажу рядом с ним. Ты сможешь? Да. Сейчас, подожди. Я его тут в центре вырву. Вот эти, видишь? У меня тут наросли. Какие-то сорняки его прогибают. Это, короче, это брусника. Ой, не брусника. Голубика. Аккуратно. Во-во-во. Да-да. Во-во. Отлично. Отлично, Скоробей. Ты рождена для этого. Не знаю. Поедешь в Америку, будешь работать там с мексиканцами, бок о бок. Так, орехи, орехи, орехи. Как наросла-то тут. Трава. Тут уже с этой стороны подкосили. Вот так. На боках. Класть надо. О, вот здесь плантация целая будет. Я думаю, они тень, наверное, любят, да? Все-таки это шлистной орех. Короче, некоторые пустые, да, орешки. Поэтому поплотнее сделаем засадку вот здесь. Что-нибудь, да, с этого 100% уродиться. Интересно, они в этом году зайдут или в следующем. Наверное, в этом. Вот из этого, дай бог, один хотя бы вылез. Вообще, некоторые говорят, надо на ночь замачивать орехи в воде. А мы вот так сделаем. Сим-сим, откройся. Картошку с беконом на шампуриках сделать, да? Картошечку с беконом на шампуриках. И говядину жирную нашел. Прям жирком говядинка. Тоже ее сделать на шампуриках. Вот так вот. О, брат, смотри, какое огниво. Короче, друзья, в прошлом как-то выпуске, когда я все показывал, я ошибся. Смотрите, 500 я посмотрел. Это фаренгейты. Блин. Ну, видите, вот эти штуки, это американские термометры вроде бы. Поэтому у них же там все в фаренгейтах. Конечно, удобнее для нашего русского глаза, чтобы первое Цельсии был. Вот так вот, небольшое это замечание. И узнал, топить еловыми породами можно. Температура такая, что все эти смолы просто сгорают, вылетают. И ничего там на стенке не впитывается. Вот эту берем, такую маленькую бэби-картошку. Да? Так вот режем. Замариновал говядину. Просто немного соевого союса, лимончик, лавр, перчик. Все. Значок сушеный. А бекон у нас вот такой вот будет. Бекон тоже с картохой. Сейчас мы это все делать будем. Все, друзья. Сына, что? Это что такое, сына? Да? Все, ребят, сделали. Сейчас. Все побелело. Можно закладывать. Все, друзья, заложили. Теперь закрываем это все дело крышкой на 15 минут. Посмотрите, друзья, просто сок сочится. Накрой, пожалуйста, крышечкой, пусть мясо отдохнет. А вот у нас пошел шампун с бекончиком. Бекон, кстати, не соленый, не копченый. Надо именно сырой брать. Так, друзья, ну что? Мы имеем. Вода в нижней части бочки 27 градусов, в верхней части бочки 28. Я ее топил 3 дня назад. Хорошо я ее утеплил. Сейчас мы ее подтопим, но подтапливать, короче, после 40 градусов уже так некомфортно. Может, зимой будет круто. 39 сделаю градусов. В общем, друзья, печь уникальная. Наша собственная разработка из нержавейки. Печь крутая. Я высчитал ее КПД, прикинул тут на днях, взял бумагу, расчеты произвел. В общем, 2 тонны воды с 5 градусов. У нас со скважины вода примерно 5-7 градусов. С 5 до 45 градусов она нагревает примерно за 3 часа. Дрова были мокрые. Возьмем, что, КПД дров там даже 50-60 процентов. Дрова херовые. С такими даже херовыми дровами она выдает примерно 45-50 киловатт. Это нержавеющая сталь. Аналогов просто нет. Она маленькая, но это первый образец. Она будет еще меньше. Вот эти все петли будут лазером вариться. Будет все красиво. В общем, запускаем в продажу. Печи Саныч. Кого интересует, друзья, 55 тысяч рублей. Для первых 10 покупателей по правокоду Саныч 49999. Сделаем так. Давайте, ребят. Если вы всерьез задумались о зимней купеле Офура, либо подогревать бассейн летом. Но вообще я себе ее сделал именно, чтобы зимой кайфовать в бочке. Бочку вы можете сами спокойно сделать, либо где-то купить бочку. Бочка не проблема. Самая проблема найти хорошую печь. Стоимость ее 55 тысяч по промокоду полтинник, да, ребят? Это стоит того. Ссылки я оставлю. Пишите на мою почту. Прайс Богомолов. Запрос, кому интересно. Пишите, покупайте, и у вас будет точно такая же печь. Но она будет, говорю, еще меньше. КПД у нее останется такое же. Будет покрасивее все сделано, ребят. Кто загорелся, тоже себе сделает зимнюю купель. Пишите мне на почту. Прайс Богомолов. Для первых 10 человек по промокоду Саныч 49999. 599, 50 тысяч она будет. Так, 55. Хорошая говядина. Посмотрите, вот это жир. Видите? Это картоха салом. Не салом, а с беконом. Кушать хочу. Кушать? Картоха не пропеклась у бекона. Картошка дольше всего в тандыре готовится. Надо тоньше ее резать. Еще несколько раз. Вот, которые с мясом, вот эти, тонкие, они пропеклись. М-м-м, прикольно. Как шашлык. М-м-м. Просто бекон этот не соленый. Ну, он мясной. И в нем мяса много, да, он мясной. Вообще супер получился. Может картошку закинешь? Куда? В этот тандыр. На решеточку там или? В площадку. Давай на решетку закину. Решил еще подтопить немного тандыра. Дело к вечеру. Картоху и кукурузу хочу, ребят, туда загрузить. Давайте вот просто с бокальчиком пенного, пшеничного, кусочком мяса посидим у костерка. Покайфуем. Ой. М-м, чесал. Ну, вот как это выглядит, огурцовая вода. Вот она, огуречно-лимонная вода. Ну, что, как скоробей тебе вода? Очень, я хочу кушать. Хорошо, да, освежает? Да. Сидеть на качелях и пить. Во-первых, ребят, это офигенно детокс-вода. Вывозит все эти. Вывозит. Просто вывозит из организма все шлаки. Смотрите, как бочка в ночи светится. Надо еще купить, чтобы иллюминация была. Все, печь больше не подтапливаем. Полностью закрыл, там она полная углей. Вода сейчас 38-39 градусов. А, пойдемте покажу, как у нас светится газон. Кайф, да, друзья? Посмотрите. Чик-чик, как вот это подсвечивается малинка. Офигенно, просто офигенно. Что за шум-то? Кто там едет куда? Ну, давайте покажу вам, что стало с фильтром. Работает он или нет? Судить вам. Эта вещь была полностью белая. Да, работает. Смотрите, как он прочистил хорошенечко. А этот мусор для глаза незаметен был. И вода даже, ну, как бы в бочке дно было видно. Но все равно что-то мелкое плавает. Но это еще хорошо. Вот эту вот я присадку добавляю, которая от водорослей. И там написано, на 4 часа включаешь. И она, типа, через себя прогоняет. И все вот это, я так понял, как-то она абсорбирует или что. Короче, все это здесь остается. Вся эта шляпа. Наступила ночь, друзья. А это значит время кино. Вот он мой домашний кинотеатр. Из чего он состоит? Ноутбук. Далее проектор. Ссылочку я на него оставлю в описании. Если кому интересно, можете заказывать. Да? Хорошая вещь. О, надо снять. В качестве акустической системы. Временной акустической системы. Выбрана JBL Xtreme 2. Короче, конечно, по-хорошему надо его повесить под потолок. Но у нас, блин, я сегодня уже его повесил вот сюда. Поставил полку, смонтировал. И только в конце понял. Покрасил ее даже, ребят, эту полку. О, руки. И все. Видите, что произошло? Стоит лампа на пути. Так. Погнали. Не знаю, друзья, видно вам, нет? Короче, вот так это все примерно работает в связке. В HDMI. Отправляется видео, да? Сейчас давайте выключим экран, чтобы меньше света было. Так, он там сбоку надо будет перетянуть завтра. Слушайте, неплохо. Это Норвегия. Я очень хочу в Норвегию сгонять. На подводную охоту понырять. Мощь. Мощь. Короче, сегодня будем досматривать Мстителей. Мстителей будем досматривать. Вот так сидим, смотрим. Пока временно JBL-ки хватает, друзья. В комплекте плохо с ней шел. Очень короткий HDMI кабель. Я сейчас трехметровый заказал. Здесь даже, ну, где-то, наверное, метр. Очень мало. Как-то так, друзья. Сейчас посмотрим Мстители и пойдем в бочку откисать. Все. Вот на этой ноте закончим день. Друзья, это стоит того. Прям кайф. Опа-опа-опа. Что это у нас такое тут? Ёпти. Очки. Ребят, если хотите зимой так же откисать в горячей воде, потому что вот это я все, честно, подготавливаю для зимы. Давайте, заказывайте печь, и у вас так же будет. Ладно, друзья, сейчас подойдет Скоробейкино. Потихо подкисаем здесь и на боковую. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сан Саныч Богомолов. И это видео один день из моей загородной жизни. Если вас что-то интересует по загородной жизни, пишите, я обязательно сниму об этом видос. Блин, камера что ли запотела? Пока.